Здрасте. Меня Николай зовут. Привет, привет Николай, Алекс Форк. А это получается не онлайн режим? Да, по-моему онлайн, ну в смысле я-то онлайн, мы... Отлично. Я просто сейчас смотрел как раз онлайн-трансляцию, потому что съел мандарин и сел на диван. Так и было, да. Отлично. Давай начнем с представления тогда. Да-да, давай. Меня зовут Алекс Форк, я автор книги о биткоине. Я вот про биткоин очень много слышал, я так до конца и не понял, что это все-таки такое. Точнее, как это конкретно может примениться к бизнесу и к тем же... Да, сейчас это обсудим. Помимо этого я являюсь членом управления Blockchain Community, это старейшее и крупнейшее объединение предпринимателей, работающих с технологией blockchain. Это такие проекты, как Ethereum, Waves, это, наверное, одни из самых громких лиск, биржи, обменники и так далее. И помимо этого я являюсь основателем Future Fintech. Это кластер финансово-технологических проектов. Это и каворкинг, и сообщество, и мы проводим различные тематические мероприятия, хакатоны и так далее. Вот такое представление, мы на ты, а вы как... Да, да, я на ты, я не против. Отлично, да. Сейчас попробую. Целью нашего разговора является поиск возможностей для развития MadRobots, верно? Ну, в том числе можно и просто про блокчейн, вот эти все дела. Да, то есть я имею в виду, что если есть какой-то, по-твоему, применимость этого к бизнесу, то супер. Потому что я, например, это все, ну, то есть про эти все истории с блокчейном слежу относительно внимательно, но вообще не понимаю, как это применимо. Отлично, да. Давай как раз вот об этом и обсуждаем. Мне как раз, пока я сидел тут в ожидании, да, мне пришло пару идей. Первое, что можно сделать, это запустить тебе, грубо говоря, вторую подобную компанию, но уже вне российского правового поля и начать принимать в биткоинах за продажу товаров. Тут, правда, возникает вопрос логистики. Сможешь ли ты доставлять, например, в Африку или Юго-Восточную Азию? Потому что в криптовалютах ты сможешь принимать платежи по всему миру. Это первый момент. Да, я слышал. Помимо этого можно подумать над расширением линейки товаров у MadRobots. Здесь мы можем говорить о различных устройствах, например, для майнинга. Ну, я думаю, людям может быть интересно там позаниматься майнингом криптовалют. Или, например, продажи различных устройств в области финансовых технологий, то есть для предпринимателей. Это несколько захватывает новый рынок. То есть, например, есть терминалы, есть проект такой, ПМИ называется, Владимир Канин, основатель. А он… Ой. Сейчас, секунду, извини. Зря я его взял. Так, звук. Слышно? Сейчас… Неловкий… Тут неловкий момент, когда технологии подводят. Подводят. Да, извини, у меня кабель отошел. Да. Да. Пойми. Да. Это мобильные посттерминалы для приема оплаты картами. Устройство выглядит с пластиковую карточку. Ну, собственно, очень требуется предпринимателям. Я думаю, клиентская база, Mad Robots – это люди, которые несколько продвинуты. Зачастую, кстати, очень много предпринимателей. Особенно ввиду активной позиции. На Hubra Hubra, например, да? Можешь ли ты как-то оценить, сколько предпринимателей… Среди клиентов? Или, не понял, используют что именно? Являются клиентами Mad Robots. Сложно сказать. Ну, то есть, пара тысяч может есть. Ну, то есть, для тебя это может стать определенным еще, как тебе сказать, допродажем и расширением линейки. А третья идея, которая возникла в процессе размышлений – это организовать хакатон. Ну, то есть, это такое соревнование профессиональное на генерацию лучших идей по коммерциализации. Ты знаешь, да, что такое хакатоны? Ну, примерно. Ну, то есть, а что в итоге, ну, может дать хакатон тот же самый? Вот, на твой взгляд? Тут невозможно прогнозировать какие-то решения. То есть, это работа с открытой средой. Ты включаешь большие массы людей для того, чтобы они поработали и подумали над твоим проектом. Даешь какое-то определенное вознаграждение и смотришь, что получится. Возможно, это перейдет в какие-то партнерские отношения. Возможно, ты другим людям дашь заработать. Ну, то есть, ты создашь такие условия, при котором ты как бы включишь интеллектуальные краудсорсы, назовем это так. Это достаточно такое трендовое сейчас направление. Его используют много финансовых организаций, IT-компаний для решения сложных задач. Ну, вопрос постановки задачи для хакатона, это, конечно, уже тут надо обсуждать, думать. Мы как раз месяц назад проводили в Петербурге хакатон по созданию искусственного интеллекта для финансовых организаций. Создали? Ну, конечно, когда мы говорим про создание искусственного интеллекта, мы говорим про слабый искусственный интеллект, не про сильный. А технологии искусственного интеллекта – это обработка видеоконтента, звукового контента. То есть, это скоринг, зачастую работа с большими данными, выявление паттернов. А может мне все-таки объяснить? Есть очень интересное решение, да. То есть, Сбербанк для себя нашел интересные ходы. – Можешь объяснить все-таки, как этот постоянно упоминаемый блокчейн может соотноситься с банками? Или, например, почему они насчет него переживают? Он что, снизит транзакционные издержки на хранение данных о том, кому что принадлежит или что? – Да нет, фундаментальная проблема здесь в том, что в последние годы произошел большой объем интервенционизма. То есть, это вмешательство государства в экономику. Объем расходов, например, если в США брать, он уже больше 100% государством. Объем государственных расходов больше 100% ДДП. Когда мы говорим о экономике, где расходная часть больше 100% ВВП, можем ли мы вообще называть эту систему капиталистической? И ввиду противовеса появились такие платежные инструменты, которые, как сказать, противодействуют вот этому большому такому вмешательству государства. То есть, миссии центральных банков и так далее. То есть, логика криптовалют, она вот в этой плоскости лежит. Почему они появились как таковы? Поэтому, конечно, ввиду того, что невозможно заблокировать эти платежные системы, они вызывают определенные дискуссии на эту тему. Волнение, назовем так. Заменит ли это финансовую систему или элементы финансовой системы? Ну, покажет будущее. Сейчас, конечно, возникает очень большая лояльность к подобного рода архитектуре. И в том числе крупнейшие институты, банки, ну, не буду уже перечислять, платежные системы, начинают тестировать эти решения. В том числе, кстати, и центральные банки начинают использовать эту технологию. А как это применимо конкретно, ну, не знаю, там, представим какой-то… Вот я хочу взять, не знаю, кредит банки, например. Как, ну, вот сама по себе технология хранения данных через блокчейн или биткоин, как это, ну, то есть, как это повлияет на само хранение данных? Ну, то есть, на процесс, я не знаю, вот я вот не понимаю никак. Да, вообще эта революция блокчейна, она профессиональная. То есть, возможно, для конечного потребителя она останется незамеченной. То есть, ты как платил электронными деньгами, да, на экране своего смартфона, так и будешь ими платить. То есть, тебе не принципиально, как под капотом это устроено. А с точки зрения архитектуры такой, скажем так, институциональной, может, могут произойти очень сильные изменения. А что ты поднимаешься по институциональной? Могут трансформироваться банковская отрасль. Она перейдет в более, скажем так, может перейти в более децентрализованный вид. Для примера, для понимания проще, это вот подобие что-то вроде Яндекс.Денег. Ну, вот я пытаюсь понять, а вот мне, как вот, не знаю, человеку, это, ну, или предпринимателю, как что-то нужно думать в отношении блокчейна или денег будущего? Вообще, вот, что с деньгами происходит? Можешь сказать, вот, в России, в мире и там, что нас ждет в ближайшее время? Ну, конечно, да, здесь, это достаточно уже, как сказать, много об этом написано. О, прошу прощения, у меня тут сейчас, секунду. Да, да, я подождал. Спасибо. Я пока почитаю, чем Алекс пишет в интернете. Почитаю про него в интернете. Да. 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 Ну, давай начнем с того, что в начале зарождения экономики люди обменивались товарами друг с другом. Допустим, ты добывал рыбу, я рубил лес. И у тебя получалось это лучше, чем у меня, а у меня, соответственно, с лесом получалось лучше, чем. И нам, понятное дело, что было удобнее меняться напрямую именно этими товарами. Но рыба быстро портилась, да, а лес, он занимал очень много места, тяжелый, габаритный был. И в ходе конкуренции этих товаров победили так называемые благородные металлы. Ну, в частности, мы можем говорить о золоте. Потому что оно было компактным, совмещало в себе очень высокую ценность и легко делилось. Его именно удобно было использовать. Но в какой-то момент механизм был выстроен таким образом, что предпринимателям неудобно было возить большой объем золота, и они оставляли его на хранение у банкиров. Банкиры под это выпускали ценные бумаги, и предприниматели между собой обменивались бумагами. Это такой уже третий этап развития денег. Четвертый этап – это когда эти ценные бумаги приватизировали государство, назовем так. И начали выпускать денежные знаки, оторванные от реального обеспечения. Ну, в частности, золото. После этого пятым этапом был процесс, когда денежные знаки государства перешли в электронную форму. То есть уже даже не в форме учета в книгах, бумажных валютах, а перешли в электронную форму. Яркими примерами таких изменений как раз являются компания Visa, компания MasterCard и межбанковские процессинги типа Свифта и Сепа. Следующим этапом, который называют эксперты, придет на смену вот этому – это когда деньги перейдут в частную форму. То есть их будут имитировать уже не государство, а имитировать какие-то частные институты. И они конкурировать будут между собой, у кого эти деньги могут быть более надежными. Это такая вот краткая история за две минуты трансформации денег. Из нее можно сделать определенный вывод, что деньги трансформировались в форму более удобного, быстрого и с низкими издержками процесса. И сейчас добавляется новое качество к этому – это безопасность, невозможность подделки, невозможность напечатать их в неограниченном количестве. Возвращаясь в практическую плоскость, как предприниматель может это использовать? Предпринимательство здесь является больше потребителем, скажем так, этого явления. То есть он, предприниматель, он напрямую не влияет на те процессы, которые происходят. для него это предмет, скажем так, работы. Поэтому, когда мы говорим про криптовалюты, блокчейн, то здесь проще всего это просто брать и использовать. То есть принимать в оплату, например, криптовалюты. Но тут вопрос уже определения правового поля. То есть в какой юрисдикции ты осуществляешь эту деятельность? Понятно. В целом, если говорить про Россию, то понятно, что блокчейн – это снижение транзакций, стоимости транзакций по перемещению денежных средств от одного лица к другому. И этим они хороши, потому что они продолжают эволюцию таким образом денег в целом. Я бы здесь начал с другого момента. Перефразировал бы твой вопрос. Какие преимущества блокчейн дает по сравнению с уже существующими платежными решениями? Ну, давай. Давай. Да. Значит, первый момент здесь заключается в том, что невозможно неконтролируемая дополнительная эмиссия. То есть вся денежная масса, она видна в блокчейне и контролируется обществом, которое ее использует. То есть это такая публичная книга учета. То есть не у каждого на руках находятся какие-то обязательства бумажные, а все видят, что происходит у всех. Если в практической плоскости поразмышлять на эту тему, то предприниматели для того, чтобы отчитаться перед государством, нанимают себе бухгалтера, покупают софт соответствующий 1С-бухгалтерию. То есть тратят определенные деньги на то, чтобы отчитаться перед государством. А с другой стороны, государство тоже тратит деньги по найму налоговой службы, по строительству зданий. И вот это огромное сопротивление, которое преодолевает общество для того, чтобы отчитаться друг перед другом. Можно, например, сформировать в виде, что вот у нас 5 миллионов бухгалтеров в России работают. Наличие такой технологии, где в режиме онлайн можно понять движение денежных средств на юридическом лице, высвобождают эту массу. Конечно, здесь есть уже много социальных вопросов, куда деть этих людей. Но вот сейчас юридические лица отчитываются ежеквартально. Есть уже технологии, в частности, когда мы говорим про блокчейн, которые позволяют в режиме онлайн отчитываться. Более того, в блокчейн можно заложить автоматизированные системы налогообложения. То есть, когда не требуется вообще сдавать никакую отчетность. Вот. Это первый момент. Такой публичности и контролируемости в блокчейне. Второй момент – это открытый программный код. То есть, это программируемые деньги. Я не могу задать определенные условия Яндекс деньгам, например. Вот я хотел бы, чтобы у меня были по определенным условиям какие-то автоматические платежи физлицам. А если какие-то происходят изменения, например, с курсом валюты, то происходили другим физлицам. Вот в биткоине или в других криптовалютах, или вообще с помощью технологии блокчейн я могу это делать. Я могу программировать деньги. Это, кстати, очень хорошо используется в интернете вещей. Когда, например, у меня заканчивается молоко в холодильнике, у меня срабатывает скрипт, и он отправляет запрос на проплату в магазин, чтобы это молоко доставилось. То есть, здесь я могу как раз программировать в том виде, в каком я хочу это делать с деньгами. Ну, конечно, там есть еще несколько преимуществ. Вот, ну, с помощью блокчейна, с помощью, если мы говорим про биткоин, да, могут коммуницировать группы, которые не связаны правовым полем. Ну, в частности, я могу рассчитаться, например, с фрилансером в Африке, у которого может не быть вообще паспорта. То есть, он никаким другим способом не может получить эти деньги. Но ему достаточно иметь выход в интернет, и я уже смогу с ним рассчитаться, например, за его труд или за товар какой-то, который он мне отправит. То есть, это связывает, условно говоря, все человечество с помощью одного инструмента. Подключает в экономику те области, до которых финансовые институты не могут дотянуться по тем или иным причинам. Как это отразится на взаимодействиях людей в ближайший год, два, три, пять? Это очень плавная тенденция будет, конечно. Но это тренд глобализации. То есть, вовлечение большего количества людей, предпринимателей в международную экономику усиливает конкуренцию. В первую очередь. Между предпринимателями? Между предпринимателями, да. Ну и, конечно, происходит... Ты, наверное, обратил внимание, что вот эта глобализация, она приводит к очень жесткой, наверное, монополизации, я бы назвал. Потому что есть тенденция к сворачиванию в единые сервисы. Ну вот, в частности, например, социальная сеть Facebook, она самая подавляющая. Поисковик Google, да, вот он самый подавляющий и так далее. Почему они свою валюту не вводят? Что? Почему они не вводят свою валюту, интересно? Я думаю, придет свое время. То есть, это вопрос, скажем так, разрушения института государства, насколько он будет быстро проходить. Если этот процесс займет лавинообразный характер, то, конечно, может получиться так, что вот эти корпорации смогут стать теми точками пересборки, скажем так, с финансовой точки зрения. То есть, они могут как раз стать теми эмитентами валюты новой. Но это процесс, мы уже говорим о процессе, который затрагивает десятилетия. Произойдет это или нет, тоже никто не знает. А в данный момент корпорация Google и Facebook являются резидентами, если я не ошибаюсь, в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, они подчиняются правовому полю этой страны. Да, интересно. Ладно, спасибо большое тебе за экскурс. Я почитаю еще, так понял, у тебя сайт, который forklog.com? Нет, forklog.com – это не мой ресурс, да, новостной. А, ну, а fork? Да. Это, я имею в виду, с чем связано? Ну, то есть, они просто… Да, это творческий псевдоним. Он появился в сети. В профессиональной среде я известен больше, как Alex Fork. Ну, если ты загуглишь, ты найдешь… Да, уже нашел. Почитаю. Спасибо большое. Да, отлично, Николай. Спасибо, было интересно пообщаться. Тогда будем на связи. Спасибо. Хорошо, на связи. Пока, да. Пока.